Группа исследователей под руководством ученых Копенгагенского университета пришла к выводу, что быстрое таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу большое количество углеводорода, что может привести к катастрофическим последствиям для климата. Все подробности далее. По словам Юрия Переведенцева, из-за того, что мерзлотный слой начинает трансформироваться, все это может привести к гибельным последствиям. В связи с потеплением климата микроорганизмы разлагают остатки растений и другие органические вещества в метан. У нас очень сильно возрастает концентрация углекислого газа в атмосфере. Уже 410 частиц на 1 миллион. Это очень много, это примерно на 30-40% больше, чем было, скажем, 200 лет назад. И вот содержащийся в атмосфере парниковый газ, он не позволяет теплу уходить от земли. В основном потепление идет за счет углекислого газа, что приводит не к ускорению, а к добавлению. Пусть сейчас не столь существенному, но в будущем этот процесс ускорится, и метан будет все больше накапливаться в атмосфере. А это, несомненно, будет представлять серьезную угрозу для климата. Тепло нарастает в атмосфере и на земной поверхности, не только, и в океане. Кстати говоря, океан тоже прогревается. Вот вся климатическая система, это атмосфера, океан, суша, биосфера, все это прогревается. И благодаря вот этому прогреву, опять-таки, в атмосферу еще раз дополнительно поступают новые порции углекислого газа. Очень быстро растет, очень быстро растет. И особенно она быстро растет в Арктике, именно в Сибири. А там как раз расположена и вечная мерзлота, там и болото, и вот и сама Арктика освобождается от льда. И это все дополнительный источник нового поступления парниковых газов в атмосферу. Ученые Копенгагенского университета не уверены, сколько дополнительного углерода из почвы может быть задействовано. Для оценки угрозы требуются дальнейшие исследования. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ Ньюс.